Весновая поля вы сезон официально стартовал на Могилёвщине. Тривали плюс на дворы дозволю аграриям распочать подкормку азимых культур. Параллельно на поле уносится органичное угноянение. Техничная готовность до сезона в регионе на этот час годная. У допомогу новая техника, которую отримали господарки в области, которые имели уготым потребу. Новая тракторития переесть и в Быховском районе. Новая техника захотить на солнце. На Мехдваре господарки Володарске собрались керівники сельских господарок и механізаторы района, які худко сядуть за руль новых беларусов. И тут, вядома, есть с чем порауновать. В хозяйстве работаю 5 лет. Работаю на МКДОРы, на комбайне, на Беларусу. Но сейчас достается новая техника. Хочется попробовать на новом, на большом. Дмитрий Бугайу у господарцы-слюдюки працюе более 30 год. И он докладно ведает, як годная техника. И отданность працы вплывают на выник усяго сельско-господарчого года. Такая техника нужна в сельском хозяйстве, хорошая. Для поселных работ, для любого, говорится. И на уборочный поможет, и успыхать, и корма заготовить. Все нормально. Надеюсь, не подведет стальной конь на поселной. Как сезон распочинать у Пелнина, а у Топарки и сельгаз-предприемства у Могилевской в области суммарно у эту весну пополнить до 300 одинок техники. До речи, она и в Быховском районе. Тут первыми распочали весновополевые работы. Идет под кормка зимых, шмат годовых травкалием, вядется успашка и унясенья органики. Весна пришла? Да. Все, в поле будем теперь. Работы много? Ой, много. Хватает. С утра до вечера, до темна. Мы для себя запланировали посеять ранних яровых культур. Это 9 тысяч гектар. И 8 тысяч гектар кукурузы, в том числе тут на зерно. По подкормке зимых зерновых у нас посеяно 12,5 тысяч зерновых и 3,5 тысяч гектар рапса. Планируем эту работу завершить за 20 рабочих дней, если погода будет позволять. В Быховском районе ставку зарабили на зимое сбожжевое. Их посеяли больше, мально 10%, и теперь на дворе дозволяя працевать Россия. На весеннюю подкормку этими днями выйдут у всех господарки. Бог кожный весновый день, год кормить. При таких погодных условиях, невзирая на то, что даже где-то немножко прогнозируются ночные заморозки, ничего страшного в этом нету. Рассеяние, мы сегодня смотрели, оно уже тронулось в рост. Это самый первый признак того, что надо уже работать и кормить наши зимые культуры. А планы на этот сезон в области масштабные. Плануется посеять до 150 тысяч гектаров яровых сбожжевых, 110 тысяч гектаров кукурузы на силосы, 30 тысяч гектаров на зерне. Как регион справится с поставленными задачами, залежить от кожного на местах, а працевать якосно и сумленно. Мы умеем. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев. Новина региона.